Американец съел 72 хот-дога за 10 минут. Правительство России продлило продовольственное эмбарго. В Владивостоке полиция обнаружила 12 тонн контрафактного алкоголя. Подробнее об этом на других каналах Телемикс расскажет новости нашего города. В студии Евгений Талов. Здравствуйте. Сегодня в программе. Долгожданный ремонт. Дорожники зашли на Молочаевскую улицу. Проверка по полной. Чиновники инспектируют детсады округа. Дорога на запад. ДСААФ отметил юбилей автопробегом. Вкусный праздник. Российская делегация отведала огромный медовик в Китае. Надежда на доброту. Знакомьтесь с Дашей из детского дома. Секрет семейного счастья. Чита Тарасовых вместе больше полувека. В подземном переходе на сах поселки не горит свет. В Китае улице Междуречья срочно нужен ямочный ремонт. Она заречная, спухает стихийная свалка. Городоначальник отправился в путешествие по Уссурийску. Хорошая новость. На одной из самых проблемных улиц города начали ремонт. С подробностями Ольга Муравьева. Еженедельный объезд Уссурийска. Евгений Корш в компании специалистов муниципальных служб города осматривает проблемные места. Намеченного маршрута в движении нет. Есть проблема, есть остановка. И краткие инструкции для специалистов. В подземном переходе сах поселка необходимо починить электричество. Но и под ногами не все гладко. Голову себе, руки, ноги сломать. Это что такое? Это как? Яму залатают в ближайшие дни. Двигаемся дальше. В этом же районе 36-й детский сад в период ливней утопал в воде. Не так давно по периметру учреждения уложили лотки для отвода воды. Спасло ли это положение? Сейчас не видно. Стоит сухая погода. А вот заведующая сада явно в курсе дел. Вода не идет. Единственное, вот с той стороны, с той стороны, с того угла. И все равно на участке бывает попадает. Там надо прорыть, не знаю, или прорыть как-то, или сделать что-то. Ну выйди, Жень, посмотрите, что мы сделали. Вот там же лотки сделать. Потому что там закрыто. По пути на междуречие внимание специалистов привлекла стихийная свалка. Улица Заречная погрязла в мусоре. Здесь в залежи грунта с каждым днем вырастает новая куча строительного мусора и бытовых отходов. Причем это место пользуется особым спросом у тех, кто не желает платить за утилизацию отходов. Разровнять и куветы сделать глубокие. Сюда заезжать нельзя. Просто отвергнуть куветом. Хорошим куветом. Большим и глубоким. И самая наболевшая точка остановки – улица Волочаевская. Здесь наконец-то начали укладывать асфальт. Без малого год проезжая часть оставалась грунтовой. Половину Волочаевской сделаем в этот раз. Потом переходим, будем делать кузнечную. И уже к концу года, я думаю, к сентябрю мы постараемся сделать всю Волочаевскую. Такие путешествия по городу проходят еженедельно. После выезда в графике работ специальных служб города появляются корректировки. А в особенно проблемных точках начинается срочная работа. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Теленикс. Готовность детских садов к новому учебному году проверяют в округе. На первом выезде комиссия осмотрела три детсада и коррекционную школу. Проверили все в деталях – безопасность, качество ремонта, оборудование, документы. Готовы ли детские сады принимать новых малышей? Смотрите об этом в нашем материале. Здравствуйте! Детский сад номер 17 – один из первых на проверке у комиссии. Сотрудники управления образования, МЧС, врач-педиатр и другие специалисты изучают учреждения. Каждый работает в своем направлении. Пожарная и антитеррористическая безопасность, медицина, качество ремонтных работ и многое другое. 11 камер, да? Все запасные выходы? Да, все. Все видны выходы, основные, запасные по всему периметру здания. В спальне здесь отдельные кровати, составленные лесенкой. Места в группе занимают минимум и коек хватает всем. Сад посещают 150 детей, полные 6 групп. В этом детском саду замечаний нет. По-взрослому все, да? Все с заговоротками. Да, вот это отдельная группа, да? Да. Полные группы набраны и в 22-м детсаду. Качественный ремонт, новые санузлы. С точки зрения безопасности все тоже на уровне. Единственный недочет, который определила комиссия, недостаточно документов по планам на обучение, а также небольшое пожелание использовать больше ярких и светлых красок в следующий ремонт и прийти к общему стилю. К этому коллектив успешно стремится. Каждая группа преобразуется в определенной тематике. Например, одна уже полностью сделана в морском стиле. Похвалили, что очень много сделано. Действительно, работы проведено много. Не без помощи родителей, конечно, родители молодцы. Спасибо всем большое. Очень много сделано ремонта, что снаружи, так и внутри. Поэтому сад преобразовался, конечно, за полтора года. Следующая остановка – детсад номер 20. Большая и ухоженная территория радует глаз детворы, окружающих и, конечно, ревизоров. Внутри тоже все в порядке. Медкабинет оборудован, тревожная кнопка исправна. К отопительному сезону готовы. Ремонт завершен. Приобретены новые шкафчики с разными ручками, чтобы дети могли отличать свои полочки от чужих. Одна проблема – нет спален. Но сад уже давно использует раскладушки, которые прячут в шкаф-купе. Очень все хорошо. Детей много. Учередь есть? Есть. Безопасность образовательных учреждений, медицинское обслуживание, питание, методическая работа. На первом выезде комиссии замечаний немного. Эти детские сады готовы принимать новых детей. Основные замечания – это где-то, может быть, обновление нужно делать методической базы, где-то обновление участков. Особую роль сейчас говорим о том, что надо… Сады у нас внутри уже более-менее, будем говорить, обновлены. А участки находятся еще в таком состоянии, что нужно сюда вкладываться, делать работу. Общая проблема всех детских садов города – нехватка медперсонала. Три врача на 36 садов. Работают по сменам. Но по графику все успевают. Екатерина Ревтина, Антон Войсыховский, Телемикс. Юбилей на колесах. ДСАФ России отмечает свое 90-летие пробегом с востока на запад длиной 12 тысяч километров. Отверной точкой стал Владивосток, а первой остановкой в пути – наш город. Уссурийцы присоединились к организованной колонии и стали частью события. Стелла Уссурийска стала местом встречи единомышленников. С утра здесь собрались те, кто захотел присоединиться к международному пробегу в честь 90-летия ДСАФ России. Несколько отделений оборонного общества страны подготовили технику к торжественному проезду. В том числе и Уссурийская школа. У нас работает военно-спортивный технический клуб, в котором есть секции картинга, парашютного спорта, страйбола, автомобильного спорта. Далее мы готовим специалистов для Министерства обороны. По заказу Министерства обороны – это гособоронзаказ так называемый. Ну и готовим специалистов, как ранее называлось, для народного хозяйства. Водителей, в принципе, всех категорий. Частью многодневного турне стали и местные байкеры, которым накануне пришло приглашение поучаствовать в пробеге. Мужчины отмечают – неудачно выбрано время. Середина рабочей недели – полдень. Но ради общего дела пришлось отказаться от обеда. Интересно между собой общаться, интересно ездить. Далеко, близко, без разницы. Все просто любят мотоцикл. У кого-то там это больше, у кого-то меньше. Вот и все, это просто увлечение. Уссурийские участники пробега дождались коллег из Владивостока и присоединились к общей колонне. В таком составе доехали до Площади Победы, где сразу же стартовал торжественный митинг. После возложения цветов к памятнику с трибуны зазвучали официальные речи. Патриотическое воспитание молодежи, содействие и обучение и занятость. Эту важную миссию ДОСААФ успешно выполняется с момента своего образования и по сей день. Желаю участникам пробега бодрости духа, легкой дороги и удачного завершения маршрута. Ордена ДОСААФ России за заслуги удостоились трое участников встречи, в том числе глава администрации Евгений Кош. После митинга от Вечного огня двинулась колонна крестного хода, который завершился на центральной площади Уссурийска. Мы дали старт большому пробегу, который 18 августа закончится в городе Севастополе. Будут собраны капсулы с землей с 82 субъектов Российской Федерации, с воинских захоронений, с мемориалов славы. Они будут в городе Херсонесе, заложены у подножья храма князя Владимира, крестителя Руси. Пробег с востока на запад затронет почти всю Россию и некоторые города Беларуси. Что же касается центральной площади Уссурийска, то праздник здесь продолжился. Правда, смотреть концерт и показательные выступления десантников было некому. Мало желающих стоять под палящим солнцем в 30-ти градусную жару. На улице настоящее лето, уссурийцы потянулись на моря. Транспортные компании округа традиционно помогают в этом горожанам и организуют автобусные рейсы на Шамару. К популярному пляжу автобусы отправляются в 8 часов утра от остановки Бургерная, почти 4 на 101, от цирка и железнодорожного вокзала. В обратный путь отдохнувших и загоревших уссурийцев везут в 6 часов вечера. Стоимость такой поездки зависит от компании-перевозчика, буднего или выходного дня недели. Эта сумма колеблется от 300 до 400 рублей на человека. За дорогу туда и обратно. Впереди короткая реклама, далее вы увидите. Торта хватило на всех. Медовик весом в тонну, как символ дружбы народов. Будем вместе, знакомьтесь с девочкой Дашей. Счастлива женщина, доволен мужчина. Супруги Тарасова делятся секретами семейного долголетия. Продолжаем выпуск. Китайско-российский фестиваль культуры в Дунине удивил не только гостей, но и самих китайцев. Уникальных размеров торт «Медовик» стал украшением выставки товаров двух стран. Лакомство весом в тонну ответ для жителей Дунина и гостей из Приморья. Этот торт уникален не только для нас, как для гостей, но и для самих китайцев. Такого здесь еще не делали. Диаметр огромного лакомства почти 6 метров. В одном из залов выставки китайско-российских товаров разместили угощения для гостей. Первыми кусочки отрезали главы приграничных территорий. Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района. 18 мастеров трудились на торгово-промышленной базе Дунина. Торт «Медовик» кондитерское предприятие изготавливает уже два года. Но заказа на изделия подобного масштаба еще не было. Угощение делали для российских гостей и жителей Дунина. Мы готовились к выставке и видели, как неделю мастера трудились над тортом. Из кусочков составляли огромный круг. Торт составлен как пазл из множества деталей. Кондитеры взвешивали каждую отдельную часть перед постановкой на стол. Тонна из 100 килограммов – итоговый вес сладкого подарка. Отведать лакомства по российским рецептам пришли несколько сотен местных жителей. Руководитель предприятия уверена, что этот подарок поможет наладить кондитерский бизнес. Русские сладости в цене на китайском рынке, и поэтому предприятие готово пополнять свою линейку товаров новыми рецептами. Мы ночью днем работали, на день недели почти так работали. Вообще, у меня радость, чтобы, если сегодняшнее все поручать, удачу, чтобы через вас, чтобы передать Россию. Нам нужно такое, чтобы вкусные вещи соединяли в Китае. Торт ели весь день. Пока одни запасались контейнерами с медовиком внутри, на улице стояла многометровая очередь за уникальным тортом. Плотно от обеда вкусным медовиком российская делегация отправилась на концерт. На уличной сцене слились номера русской и китайской культуры в одно яркое шоу. Культуры двух стран наполнили концерт в Дунине. Танцевальные и вокальные номера от китайских и российских артистов увидели хозяева и гости фестиваля. В подобном формате встреча наших городов проходит уже второй раз. Между нашими городами давно уже налажены хорошие взаимоотношения во всех областях, в том числе и культурных. Китайские коллективы давно радуют гостей исполнением русских песен и народных танцев. В этот раз организаторы приготовили совместный номер. От приморцев красочные костюмы и основной вокал. С принимающей стороны певица с хорошим знанием русских песен. Остальные номера концерта знакомили с культурой соседнего государства. С необычным предложением китайцы обратились к усурийцам. Вместо народных композиций их попросили исполнить степ. В кратчайшие сроки коллектив колледжа культуры смог исполнить просьбу организаторов. По задумке все танцоры стали одним музыкальным инструментом. Мы сами ноты, музыка. Естественно, мы их степом выбиваем под музыку. Ребята выучили за неделю, они справились, все очень хорошо справились. Ну, я, конечно, танцую степ уже много лет, около 12, и получается, они выучили за неделю, они справились. Полтора часа артисты Китая и Приморья радовали зрителей. Концерт стал частью программы Китайско-Российского фестиваля культуры. Наталья Зайцева, Никита Файзулин, Телемикс. Сегодня в рубрике «Будем вместе» мы познакомимся с Дашей. Ей уже 15 лет, девочке многое пришлось пережить и успеть разувериться о взрослых. Но Дарья не теряет надежды и уверена, что где-то есть мама, которая обязательно полюбит ее по-настоящему. Даша – тихая, скромная девочка-подросток, которой тяжело смириться с переменами в ее жизни. Воспитатели в учреждении очень тепло отзываются о девочке, отмечая ее усидчивость, исполнительность, умение признавать свои ошибки и стремление к учебе. Дарья уважительно относится к взрослым, первой вызывается помочь. Наша воспитанница Даши 15 лет, она у нас девочка уже взрослая. Даша у нас не первый раз в нашем отделении. Первый раз она к нам попала совсем еще маленькой. А второй раз Даша попала два месяца всего назад, она была под опекой 8 лет. Ну, скажем так, не совсем там сложились отношения с приемными родителями. И поэтому Даша у нас вот таким образом оказалась в отделении. Взрослые говорят, что Даша девочка спокойная, уравновешенная и самодостаточная. Девочка с удовольствием слушает музыку и играет в компьютерные игры. У Даши хорошо развито воображение, она любит заниматься творчеством. Делает поделки из бумаги, плетет фенечки из ниток. В общем, не сидит без дела, а в будущем хочет стать врачом. Я мечтаю пойти в медицинский и найти хорошую маму. Дарья стесняется пристального внимания, но в привычной обстановке она общительная и доброжелательная. Самое ценное качество Даши – умение не держать зла. Она совершенно не злопамятная. Даши нужны любящие, заботливые и терпеливые взрослые, которые помогли бы девочке справиться со всеми сложностями и найти себя в этом мире. По вопросам устройства ребенка в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская 52А, телефон 306-906. Счастливая женщина – та, что реализовала себя не только в семье, но и в профессии. Рядом с такой дамой мужчина будет счастлив. Таков секрет семейного долголетия у супругов Тарасовых, Валерии и Тамара, вместе 52 года. Полвека за спиной, а все как будто было вчера. 8 июля супруги получат медаль за любовь и верность. Собираться за большим семейным столом в этом доме – традиция. И чтобы непременно главным украшением встречи были домашние пирожки. Выпечку Тамары Тарасовой жалуют даже иностранцы. По долгу службы супруга Валерия здесь принимают заграничных гостей. А пироги будут? Главный вопрос всех визитеров. Даняш, тебе пирожочек дать? Да. Какой? С яблочком? С яблочком. 52 года вместе – нешуточный срок. Многое пережито. Были и веселые моменты, и сложные времена. Вырастили двоих детей. Теперь помогают воспитывать четверых внуков. Это была любовь с первого взгляда, говорит супруг. Студентка-первокурсница при встрече сразила на повал. Идет девушка в сатиновых, в черных шароварах таких. Знаете, такое были? Сатиновые. С томиком Маршака, вернее, Бернста, романс Бернста в переводе «Маршака». Вот. Я подошел. Сейчас дедушка расскажет, пойдем. Ну и влюбился, и сказал, выходи за меня замуж. Тогда свадьба не приключилась. Невеста была очень молода. Но настойчивый жених не отступал. Как только Тамаре стукнуло 18, молодые отправились в ЗАГС. Надежностью и ответственностью от него веяло издалека, вспоминает женщина. Он и сейчас остается все тем же. Это образец для меня и для всех моих знакомых и друзей. Недавно у нас была встреча одноклассников. И все мои одноклассники в один голос закричали, мы хотим увидеть твоих родителей. Потому что в этом доме бывать всегда приятно. 1 сентября, в день рождения Валерия, здесь соберутся все родственники. Уже много лет эта добрая традиция существует в семье. В семье с сильной обычаями, трепетным отношением друг к другу и заботой. Пронести любовь через всю жизнь – огромный труд, говорят супруги. Свой рецепт счастья у них есть. Ценить то, что ты имеешь, самое главное. Не принимать движения таких, знаете, необдуманных, резких. Вот сейчас, как все молодые люди, сейчас вот, все, там, одна у него, другая у него, там, третья. Это неправильно. А еще женщина непременно должна работать, считают здесь. Будет успех в работе, будет комфорт и дома. Тамара – то солнышко, которое готово обогреть всех. А Валерий – центр этой большой и дружной семьи. Роли распределены уже давно. 8 июля Валерий и Тамара Тарасовы получат медаль за любовь и верность. Награда займет почетное место среди семейных реликвий. Ольга Муравьева, Никита Файзулин, Телемикс. Дороги города преображаются. Детские сады готовятся к учебному году. ДОСАФ отправил автопробег в Европу. А наша темночная группа побывала в Китае и отведала огромный торт. Об этом мы рассказали вам сегодня, а завтра вас ждет еще больше свежих и интересных новостей. В студии работал Евгениталов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok